Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Лицом к лицу» и я, ее ведущий, Дмитрий Епелин. На прошлой неделе, точнее в пятницу, 5 мая, парламент Республики Молдова, точнее, да, 74 депутата проголосовали за изменение избирательной системы. Да, два законопроекта, первый предложенным партией, демократической партией Молдовы, и второй законопроект о смешанной избирательной системе предложили президент Игорь Дадон. За него проголосовал 74 народных избранника. После этого, на этой неделе, во вторник, на День Победы, Дадон встретился с президентом Российской Федерации на параде Победы в Москве, с Владимиром Владимировичем Путиным. А вчера с трехдневным визитом в нашу страну прибыли эксперты Венецианской комиссии, они встретились с представителями власти и оппозиции. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, председателем фракции партии коммунистов в парламенте Ина Шупак. Добрый вечер. Добрый вечер. И вице-председателем нашей партии господин Дмитрий Чебашенко. Добрый вечер. Здравствуйте. Я рад вас приветствовать в нашей студии. Ну, Дмитрий Алексеевич был у нас. Для меня это первый раз. Спасибо за приглашение. Ну, начнем с вас, Инна Федоровна. Поговорим вот о голосе, пятничном голосе. Вот 74, 52, одномандатная система или смешанная. Что все-таки было в пятницу, 5 мая на прошлой неделе? В пятницу, 5 мая 2017 года окончательно сформировался сговор между демократической партией, между партией социалистов, между Владом Плохотнюком, который захватил республику Молдову, между Игорем Дадоном. Я подозреваю, что сейчас наши зрители, не только Азбельс, и те, которые смотрят нас в прямом эфире на странице Фейсбука, наверняка среди них есть и те люди, которые на последних президентских выборах прямых, которые на самом-то деле были незаконными, антиконституционными, в силу определенных обстоятельств проголосовали за Игоря Дадона. Некоторые, возможно, даже искренне поверили, что вот он, свет в конце тоннеля, вот этот человек, и эта партия приведет нас здесь и сейчас к светлому будущему. Которые подумали, что действительно, а почему бы и нет, ведь этот человек среди своих предвыборных обещаний, первым, что он обещал, это что? Я сделаю все, чтобы распустить парламент. Но вместо того, чтобы распустить парламент, господин Дадон, наоборот, делает все возможное для того, чтобы сохранить у власти демократическую партию. Я специально взяла с собой, для того, чтобы ознакомить телезрителей, два проекта закона. Один проект закона был зарегистрирован в апреле 2013 года, он подписан Владом Плохотнюк, Ботнер, Андриан Канду, нынешний спикер парламента. Второй проект зарегистрирован 19 апреля 2017 года в парламенте, подписан, начиная с госпожи Гречаной, всей фракции партии социалистов. И оба эти законопроекта, для того, чтобы зрители понимали, оба эти законопроекта предлагают изменить избирательную систему в Республике Молдова на смешанную систему. И на самом-то деле мы с коллегами по фракции проанализировали эти два законопроекта и пришли к выводу, что они, как концепция, некоторые действительно абзацы, фактически схожие, является копипастом с проекта демократов 2013 года. Мы уже давно предупреждали и говорили, и это делали и другие политические формирования, и многие эксперты о том, что на самом-то деле, знаете, как в торгах, даже когда есть известные рынки в Турции, в Китае и так далее, там идет торг на понижение. То есть продавец ставит самую высокую цену для того, чтобы поторговаться и прийти к той цене, которую на самом деле он хотел получить за свой товар. Собственно говоря, ни для кого не было секретом о том, что Влад Плохотнюк изначально настраивался на смешанную систему, потому что именно ее он предлагал и в 2011 году, и в 2013 году. И он использовал, как известное средство, партию социалистов Игоря Додона для того, чтобы показать международным партнерам и обществу, посмотрите, якобы, какие мы хорошие, какие мы настоящие демократы, что мы приходим к компромиссу. Ну, как сказал Канду, на благо Молдовы, да? Европейское будущее Молдавии. Так он зайдет в парламент. Ну, если партия социалистов считает, что это все хорошо и замечательно, это их справки. Но вопрос в том, и думаю, что здесь абсолютно все согласны, что все социологические опросы, и я думаю, что те телезрители, которые нас сейчас смотрят, пусть между собой оглянутся и переспросят, кто-то готов сейчас вообще голосовать за демократическую партию. Ее рейтинг не дотягивает даже до 3%. И если следующие парламентские выборы пройдут по нынешней системе, по партийным спискам, то демократическая партия не светит прохождение в парламент. Именно поэтому Владимир Георгиевич вместе с коллективом в известной гостинице «Нобиль» посовещались и решили, надо что-то делать. И вот они пришли к смешанной системе. Зачем это делает Додон и партия социалистов, это нужно спросить у них. Дмитрий Алексеевич, вот я хотел вас спросить, а почему они вот торопились, почему в спешке все вот это происходило, эти голосования в первом чтении? Они ведь не были на повестке дня. Что происходило? Много, наверное, причин. Во-первых, если бы они объявили это заранее, то люди бы пришли к парламенту, тысячи людей, и был бы большой протест. Они сделали это скрытно, так же, как 20 января прошлого года пытались втихаря протащить ночью правительство Павла Филиппа. Потом второй момент. 9 мая приехала делегация Венецианской комиссии Бюро по демократическим и институтам и правам человека ОБСЕ. Они хотели, очевидно, поставить и их перед свершившимся фактом, что вот у нас есть уже в первом чтении проголосован проект. Есть консенсус широкий в парламенте, аж 74 депутата из 101 проголосовали. То есть депутаты, что они как бы народные избранники, что вы еще хотите. И третий пункт. Вы упомянули визит Додона в Москву. То есть, как бы, зная, что это вызовет такую очень негативную реакцию в обществе, в том числе против партии социалистов, Додон решил перекрыть вот этот негатив от сговора с Плохотником, таким уже открытым. Потому что очень много признаков вот этого сговора между Додоном и Плохотником, начиная с избрания генерального прокурора назначения. И вот много-много есть признаков таких, можно перечислять. А тут уже в открытую пошли на сделку. И он, видно, хотел перекрыть как бы вот этим позитивом, который шел с Красной площади, парад военный, фотографии с Путиным. Значит, он, получается, так, что он прикрылся президентом, фотографиями президента Российской Федерации. То есть, никто же из нас не выступает против хороших отношений с Россией, против праздного Дня Победы, против таких визитов президента в Москву. Он использует это чисто для пиара. И вопрос сейчас в том, насколько вот этот, в принципе, позитивный пиар для Додона, его фотографии с Путиным, видеосъемки, перекроет негатив от вот этой сделки с Плохотником. Моменты есть, другие моменты. Мы считаем, вот я всегда говорил, что Додон, он, в общем-то, предал и свою партию социалистов. При нынешней пропорциональной системе партия социалистов, они же сами говорили, что мы берем большинство, вот все опросы показывают. Если у вас так все хорошо, и вы берете большинство, у вас ждет впереди победа. Почему вы от этой победы сами отказываетесь? В партии социалистов, наверное, не знали вообще о том, что это все произойдет, потому что 19 апреля, или когда Додон утром в понедельник выдвинул себя в администрации президента этот законопроект, партия социалистов даже не знала об этом. Они вечером только собрали республиканский совет и как бы утвердили это решение. Тут куча манипуляций вокруг этого законопроекта. Они говорят, что народ хочет изменения в избирательной системе, и у нас в программе, например, записано в партии социалистов. Ну мало ли что записано в программе. Программу можно в какие-то моменты, в зависимости от текущего момента, ну или приостановить, или видоизменить. Потому что если это видно, что пихает плохотнюк, это все, ну как-то сориентируйтесь. То есть если вы говорите, что вы боретесь с олигархами, с плохотняком, не подыгрывайте ему. По тем же опросам, последний барометр общественного мнения, вот 37% выступают за сохранение пропорциональной системы, 29% за смешанную и только, по-моему, 23% за... 29% за номинальный, а 23% за смешанную. То есть они складывают второе и третье, и говорят, что народ хочет изменений. Но на самом деле, если из этих цифр сходить, народ больше поддерживает сохранение действующей системы, пропорциональной. И может быть еще один момент, наверное, много можно говорить, почему это плохо, но вот выборы это как экзамен для политических партий. Поработал там 2-3-4 года, будьте любезен, на выборах сдай экзамен. И демократическая партия, понятно, должна была этот экзамен с треском провалить с их рейтингом. Ну даже бы, если они бы натянули там со всеми, со всеми фальсификациями, манипуляциями, ну получили бы 10 депутатских пандатов. И что, заново покупать себе там это большинство из 50, ну опять расходы. А сейчас они говорят, все, экзамен отменяется, дадон с плохотняком. Там бакалавра не будет или выпускного экзамена не будет, потому что мы поменяли все правила. И сейчас мы будем как-то так вступительные экзамены, будут в новый парламент, ну по нашим уже каким-то новым правилам. Ну по критериям. И мы сами там все проконтролируем там и сделаем это. То есть нынешняя новая система, которую они предлагают, вот если, ну пусть 10 депутатов взяли бы демократы, при новой системе они берут большинство. Что-то они возьмут по той части, которая пропорциональна, это 50. Но все-таки вы видели, что на заседании, они совместили эти два законопроекта. В один проект. Да, одномандатный и смешанный. В один проект. Насколько это реально и почему? Ну я не знаю, регламент парламента, наверное, как бы предусматривает что-то такое. И вы видели, там написано так, что они не смогут, допустим, снять депутата уже, если он будет выбран по одномандатной системе, ну когда смешанный, но по округам. Так это изначально и была задумка Плохотнюка. И люди ничего не знают. Дело в том, что практически вся эта компания Плохотнюка и Демпартии по «Твой голос, твой депутат», ее главный месседж и посыл был в том, что он был основан на разочаровании населения в нынешнем составе парламента. Потому что согласно всем социологическим опросам, рейтинг доверия населения к нынешнему составу парламента достиг критического низкого, 6%. И это благодаря в том числе действиям Демпартии по покупке и перекупке депутатов. И вот Плохотнюк подумал, подумал с коллективами, и они решили, как представить народу необходимость изменения избирательной системы. Какую фишку придумать? И они придумали, что раз вы, когда вы и если вы разочаруетесь в депутате, то вы можете тут же его отозвать, его уволить. Что в принципе многие люди хотели бы сделать. Но это на самом деле была фишка для того, чтобы привлечь людей, а потом, вы правильно очень отметили, очень мало, и наверное телезрители сейчас многие впервые услышат, что когда они, демократы, социалистами договорились делать один общий проект, они этот момент по отзыву депутатов убрали. А почему они убрали? Они убрали, потому что им это, во-первых, не выгодно, во-вторых, для этого нужно менять конституцию, а там немножко другие процедуры. Знаете, вот это такие, какие фокусники, поиграли-поиграли, да, вытащили кролика, а потом быстренько его так убрали, что люди даже не заметили, как-то повесили. Вы заметили, вот в соцсетях уже появились даже фотографии, там, ну, насчет парада Победы, да, там, это тройка Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, Игорь Дадон, и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. И потом, ну, там калаш, ну, сделали сравнение с Януковичем, если вы видели. Ну, почему? И это интересно, ждет та же самая история нашего президента. В худшем случае он может и так закончить. Потому что Янукович, если помните, тоже в Украине пренебрег предписание Венецианской комиссии, там. И когда из... Нет, я думаю, что тут у нас, в принципе, более все банально. Они сговорились, и Дадон, они сейчас друг друга поддерживают. То есть Плохотнюк еще не может избавиться от Дадона, потому что тот оказывает ему определенные услуги, в том числе в парламенте. А Дадон не может и не хочет пойти, как бы, открыто против Плохотнюка, потому что боится, что тот его уничтожит. Сейчас он... И что получается? Вот избиратели социалистов, и, допустим, тот же республиканский совет партии социалистов, они как-то так вот радуются, что рейтинги у нас растут, вот в Москве нас принимают. Но они глупенькие не понимают, что фактически их слили. Вот сейчас, ну, как бы, какой был сценарий нормальный был бы? Президентские выборы были первым шагом. Да, выиграл пророссийский, скажем так, президент, но все равно власть остается... Не изменилась власть, учитывая полномочия президента, то есть парламент, все захваченное государство остается захваченным государством, и мы знаем все, кто захвачек этого государства, Плохотнюк. То есть эту систему все равно надо ломать, когда он не хочет этим заниматься. Ну, хорошо, но была возможность, что будут выборы парламентские, партия социалистов возьмет, если не сама большинство, может, с какими-то партнерами сформирует большинство, которое все-таки зачистит вот эту порочную систему Плохотнюка. Но теперь этого всего не будет, потому что по новой системе, если, конечно, это все будет доведено до конца, по новой системе Плохотнюк возьмет большинство, и потом он начнет уничтожать партию социалистов. Он по натуре своей такой... Он не остановится, он партию коммунистов, вот мы знаем, что случилось с ней. Он купил 14 депутатов. Да, либерально-демократическая партия, да. Партнеры были такие, целовались с Филатом. Филат 9 лет получил в тюрьме партия либерально-демократическая партия. Ну, развалилась, мы знаем. Сейчас зачищается либеральная партия, мэрия Кишинева и партия ГИМПУ. И пока, я говорю, они друг другу нужны, они вот как на найские мальчики есть такой танец, когда один человек вот так он как бы танцует, но это один человек, вот они как исполняют танец на найских мальчиков. Но если он возьмет сам большинство парламента Плохотнюк, он потом уничтожит партию социалистов. Не знаю, что будет с Додоном, но конечная цель Плохотнюка занять какую-то одну из трех высших должностей государств, потому что ему нужно легализоваться. Сейчас он там координатор, не знаю кто там... Серый координат, пожалуйста. Да, хозяин, олигарх, но он все равно бандит. Он все равно не рукопожатный. Он боится выехать из Молдовы за границу, потому что его там могут арестовать. А если он станет, допустим, премьер-министром, кстати, в результате вот этой реформы, которую они тоже затеяли... А, с министерствами. ...министерствами, то по логике это должно все пройти через отставку правительства. Ну вот я хотел задать вопрос. И что будет, если большинство выдвинет Плохотнюка в премьеры? Вот какая будет реакция президента Додона? Я бы хотела добавить относительно использования фотографий и видео иностранных лидеров. Это не всегда хорошо кончалось для тех, кто пытался использовать имидж и думал, что имидж и репутация другого лидера автоматически перейдет на него. Я хотела бы напомнить уважаемым телезрителям, что начиная с 2009 года лидеры так называемой проевропейской коалиции они вовсю использовали, приглашали в Республику Молдову, кого только ты там не хочешь. Вы что, разве мы с вами не помним, с кем встречался Филат? Он встречался с Меркель, он встречался с вице-президентом Джо Байденом, что там даже все люки в Кишиневе заковывали, чтобы не дай бог. Действительно приезжал Борозу и ряд других лидеров. Где сейчас Владимир Васильевич Филат? В местах не столь отдаленных. Но самый главный момент, о котором должны задумываться, наверное, иностранные лидеры и их команды, как нам кажется, я думаю, что европейские лидеры, возможно, пришли к выводу, что что-то они в свое время не так сделали. Ведь именно они, когда приезжали сюда, это был 2011, 2012, 2013 год, вовсю трубили, в том числе в европейских СМИ и мировых, что Молдова, видите ли, это история успеха, ручкались и так далее. А когда сейчас начинается, по крайней мере, видимость того, что произошло с кражей миллиарда, выясняется, что схема была поставлена именно в 2011, 2012, 2013 год. То есть получается, что их картинку с этими европейскими лидерами, Меркель и так далее, использовали для своих грязных сделок и делишек. И это привело к чему? Это привело к тому, что в всех рейтингах социологических исследований ежемесячно падает рейтинг доверия к европейской интеграции. Я это говорю, подводя мысль к чему? Чтобы, я думаю, что все внешние партнеры Молдовы должны задумываться, чтобы как бы так ни получилось, чтобы в какой-то момент фотографии с такими лицами, как господин Игорь Дадон, которые на самом деле здесь, внутри республики Молдовы, это видят все больше и больше количество граждан, играет на руку главного захватчика Молдовы, чтобы это в конечном счете не закончилось тому, чтобы в рейтингах популярность восточного вектора и евразийской интеграции также не падала и не была дискредитирована. Вот Владимир Николаевич Воронин, да, встречался тоже с Владимиром Владимировичем Путиным? У него было более 40 официальных встреч с Владимиром Путиным, и более того, мы как раз сегодня с коллегами обсуждали после пресс-конференции, что у Владимира Воронина, как качество президента, в течение 8 лет всегда была настройка на то, чтобы если заранее он знает, что по итогам встречи, будь ли это Владимир Владимирович Путин, либо кто-то другой, должен быть какой-то двусторонний договор по какому-то направлению. Просто так лететь и ехать, ну, знаете, как бы, есть и другие дела, надо, скажем так, это тоже всякий визит государственного лица, он оплачивается из государственного бюджета. За наши деньги. Что касается участия в таких, конечно, святых праздниках, то все-таки, ну, нам кажется, и Владимир Воронин, будучи президентом, что в такие святые праздники нужно в первую очередь быть со своим народом, собственно, так, как это делает Владимир Владимирович Путин каждый раз на день 9 мая, День Победы. И что у нас получилось? Под график президента Додона был подстроен график праздников. С 9 мая перенесли фактически на 7 мая, потому что он должен был улетать 8-го. Салют из-за этого? Да, салют на День Победы сделали 7 мая. Ну, концерт, это все известно. Потом на той же сцене, через два дня, Демократическая партия устроила свой праздник. Они сказали, что они объединили День Европы и День Победы. Вроде бы такая хорошая идея, консолидировать, но фактически это был такой шаг к тому, чтобы преуменьшить значение Дня Победы и приучать людей не праздновать День Победы, потому что у нас есть День Европы. И на мемориале, что случилось, мемориале Вечность? Когда привезли туда всех из районов, вот этих участников акции Демократической партии, их построили, вот если кто знает, там есть улица Панхалипа такая широкая, их там все построили, а вся верхушка Демпартии, она зашла на мемориал, зажила цветы, там что-то сказала, потом вышла, а этих всех людей, там их тысяча, их на мемориал не пустили, потому что они боялись, что если их пустят на мемориал, и они просто потом разбегутся, там есть выходы разные. А люди же пришли на мемориал, да, праздновать День Победы, и их как бы не сказали, не обязательно туда ходить. Ну так получается, как стадо, что ли? Оно так и было. Туда не обязательно ходить, вы получили свои там, не знаю сколько, 200 или там 300 лей, вы теперь идите вот за нашими вождями, по ходу дела они играли джазовые песни, там какие-то европейские, там картинки с концерта, все видели там, какой День Победы был, значит, что там непотребствуют. Ну, прелести некоторые выставляли. Но вот я хотел спросить, Инна Федоровна, все-таки Игорь Дадон, да, президент республики, как никак и Молдова. Мы его не считаем президентом, потому что партия коммунистов бойкотировала выборы, изначально сказала, что они не конституционные, и президент не имеет легитимизм. Ну, он мог в простой пресс-конференции, допустим, поставить конец этой власти. Он имел эту возможность? Он имел эту возможность, и более того, всякий раз, когда сегодня депутаты партии социалистов на разных дебатах говорят, слушайте, а у вас есть рецепт, спрашивают они нас, представители партии коммунистов, мы, у нас не нашлось другого выбора, кроме как проголосовать за смешанную систему в парламенте. слушайте, уважаемые, рецепт есть, и он очень прост. За Игоря Дадона во втором туре президентских выборов проголосовало 834 тысячи избирателей. Понятно, что кто как проголосовал, и то, что многие подумали, что лишь бы не Майя Санду, лишь бы не другой вектор и так далее, но это огромнейший потенциал, это люди, которые в первую очередь, повторюсь, надеялись, что первую, это те, входят в количество тех 85% граждан, которые считают, что Молдова движется в неправильном настроении. Дмитрий Алексеевич был ведь кандидатом, он... Я говорю о том, что господин Дадон... Это был наш план. Я говорю о том, что господин Дадон, может быть, если ему понравился ваш план, то он имел, имел первые месяцы после своего так называемого избрания, никто ему не мог помешать, призвать своих граждан сказать, так, граждане, я благодарю вас, я действительно признаю, что у президента нет достаточно полномочий, он это сделал, начал придумывать какие-то референдумы, и я считаю необходимым призвать вас на центральную площадь Кишинева. Соберитесь, ну, как минимум половина, 300-400 тысяч граждан страны, мы ставим на голосование главный вопрос, который я обещал, о том, что надо распустить парламент для того, чтобы избавиться от этой власти, это народные вещи, и так мы с вами давим на власть. Кто ему это мог помешать? Никто. Но, наверное, помешал ему единственная небольшая деталь о том, что где-то есть черная папочка, есть компромат, в том числе относительно того, как происходило действие 16 марта 2012 года. Я, не мы видели, но были заявления ряда политических деятелей о том, что мы надеемся, что эти видео появятся, о том, что была передана сумка, были переданы деньги, и это же сохранилось, и Игорь Николаевич прекрасно это понимает. И, к сожалению, те 834 тысячи граждан, они стали заложниками этой зависимости господина Додона от Плохотнюка. Он мог и имел шанс что-то изменить, он этого не сделает. Это была наша идея, то есть я шел, как вы говорите, до выбора неконституционных, я шел больше как технический такой кандидат с одной единственной идеей распустить парламент. И мы, была подготовлена политика правового обоснования этого указа, к сожалению, мало кто обратил на него внимание, там все четко объясняется, почему этот парламент нелегитимный, это как бы никто, наверное, не спорит, и почему легитимный президент имеет право распустить нелегитимный парламент. Прежде всего, есть статья 38 Конституции, в которой говорится, что воля народа является основой государственной власти, и эта воля находит свое выражение на выборах. Это вот как раз была та ситуация. Социалисты тоже как бы так посмеивались, что это все незаконно, процедура, процедура, да, но в Конституции, я не юрист, но юристы объясняют, что в Конституции есть статьи, которые имеют большую силу, и есть статьи, которые как бы более технические такие. Например, статью о воле народа отменить нельзя, а процедуру поменять можно. И когда сам Дадон назначил свои референдумы на 24 сентября, они консультативные, но он сказал, что если люди проголосуют за увеличение полномочий президента, я распущу парламент. То есть, какая разница, ты получил легитимность на выборах 834 тысячи человек, что тебе мешало тогда распустить парламент, и консультативный референдум, который ничего в законах не меняет. Он говорит, что там будет нормальная легитимность, а вот тогда не хватало легитимности. Но почему, по вашему мнению, забыли об этом референдуме? Вот я бы запись и вы заметили. Ну, не тема еще, еще не время. Они уже столько наворотили всего этих реформ, референдумы один на другом, избирательная система у меня, сейчас правительство реформирует. То есть, как-то вот вообще все ломает. Вы знаете, вчера на одной передаче я была на дебатах с представителем партии социалистов, который настолько разнервничался от наших аргументов, что они подыгрывают демократической партии, в том числе своим поведением 5 мая. Потому что 5 мая, по нашему мнению, они имели шанс все это сценарий сломать, уйдя. 24 человека уходят из заседания парламента и ломают сценарий Плохотнюка. Почему? Объясню, почему. Потому что для демократической партии, какой бы олигархически и захваченной она ни была, для них все-таки имеет какое-то пока еще значение внешняя оболочка, мнение внешних партнеров. Внешние партнеры требуют какой-никакой, но политический консенсус. Они требуют широкий. А демократы, если бы ушли социалисты, потому что ушли либеральная фракция, нас вообще не было заседания, либеральной демократической фракции нет, а всего в парламенте пять фракций, пять. Если бы ушла бы фракция партии социалистов, то в зале заседания остались бы депутаты одной единственной фракции, демократической, и это сняло бы всякую легитимность этого голосования. Уважаемые друзья, я здесь хочу напомнить, и это был один из аргументов, мы не начали еще говорить о Венецианской комиссии, наши фракции по КРМ, мы тоже встречались, все политические партии, вчера, позавчера встречались с Венецианской комиссией, и для них было новое, они может быть просто как бы в силу разных аргументаций они упустили, мы им подсказали этот момент. Они почему-то в Венецианской комиссии думали, что 74 депутата, это большинство, но это почти все фракции, ну может быть кроме коммунистов, мы им объяснили, что 74 депутата это всего лишь две фракции парламентские, а это процедурно немаловажно, и я напомню, и мы напомнили об этом Венецианской комиссии, а 30 ноября 2014 года за Демпартию сколько мандатов? 19, за партию социалистов сколько? 25, 25 плюс 19, получается 44 мандата, поэтому если исходить из воли избирателей 2014 года, то эти две фракции представлены в парламенте всего лишь 44 депутата, 74 минус 44 это 30 человек, кто эти 30 человек? А эти 30 человек, и мы сказали четко Венецианской комиссии, это те депутаты из партии коммунистов в либеральном демократическом партии, либеральном и даже из партии социалистов, это все люди, которые шантажом, деньгами были перекуплены демократической партией, они не представляют никого в парламенте, они марионетки, поэтому партия социалистов не было другого иного выхода, если бы они были действительно оппозиционной партией, чем выйти из парламента и сказать вот, вот они, кто захватили государство, а мы партия социалистов присоединяемся к протесту, который в тот момент был перед парламентом, мы с народом, а Плохотнюк один в парламенте, они этого не сделали. Дмитрий Алексеевич, вот насчет протеста, вот уже каждый, в каждый день в 17.00 перед зданием парламента собираются люди, не только, ну, там, кто, НПО, да, некоторые организации, потом еще представители оппозиции, да, вне парламентских партий, и уже, как получается, четвертый день, как пятый день уже протестуют, и что все-таки, какой результат этого всего? И почему собрались люди все-таки? Не, ну, люди первый день спонтанно вышли, потом решили выходить каждый день, на 14 мая планируется более масштабная акция, тоже в сквере перед парламентом, сегодня наша партия тоже сделала заявление, призвала своих сторонников прийти на эту акцию, сейчас это организует гражданское общество, возможно, там, через неделю или через две недели партии тоже скажут свое слово и организуют какой-то свой протест, потому что гражданское общество как бы, во многом, повестка дня в чем совпадает, что мы против вот этой избирательной реформы, но у партий все-таки более широкие, есть свои программные цели, там, требования, и сейчас идет работа, чтобы как-то совместить эту инициативу хорошую гражданского общества с позицией, какими-то интересами партии, я думаю, мы выйдем на какое-то нормальное решение, отнесем 22 мая города Бельца, и потом начнем с протеста, партия, вы хотели спросить от вас, партия коммунистов тоже присоединиться? как и всех других, другие политические силы спрашивают нас вот, что, что мы думаем делать, как выходить из этой ситуации, как действительно можно противостоять и нужно противостоять сценарию демократической партии по изменению избирательной системы, а на самом деле по самосохранению их у власти и этому тандему социалистов и демократов. Конечно, здесь приветствуются и здесь хотелось бы обратиться и к гражданам, которые нас смотрят. Если есть какие-то дельные предложения и инициативы, то, пожалуйста, мы открыты к обсуждению, но для нас в какой-то момент для партии коммунистов стало понятно, что нет, наверное, на данный момент иного пути противостояния этой власти, которая захватила Молдова, нежели как консолидировать свои усилия, оставить в сторону какие-то личные моменты. Допустим, мы сейчас сидим представителей партии Рената Усатов, представителей партии коммунистов. Я думаю, что, может быть, для кого-то, кстати, из телезрития это казалось новинкой, неожиданностью, учитывая, что всех тех, кто следят за политическими событиями наверняка помнят различного рода какие-то реплики, ремарки и так далее. Но в этой ситуации понятно, что ведь очень многого Плохотнюк за последние 7-8 лет добился благодаря простой формуле разделяя властвуй. Иногда мы подпадали под это все, что, да, вот как-то вот личные моменты они оказались в высших государствах. Теперь мы понимаем, что мы должны объединять свои усилия и вместе думать о том, как свергнуть и убрать эту ненавистную народу власть. И, кстати, один из первых таких тревожных звонков для демократической партии был тот факт, что вот в какой-то момент Плохотнюк узнал о том, что 5 политических партий, среди которых и партия коммунистов, партия Рината Усатова подписали декларацию о политическом консенсусе относительно сохранения нынешней избирательной системы. Там и другие политические партии. Опять же, у нас разногласия есть идеологические и концептуальные, но в том, что касается необходимости убрать эту власть, у нас есть общее понимание. Теперь нам, конечно, нужно думать и разрабатывать общую стратегию, насколько это возможно, что нужно делать дальше, но наши телезрители должны понимать, что мы готовы к диалогу и мы должны вместе совместно создать условия для того, чтобы следующие парламентские выборы были действительно демократическими, без фальсификации, без давления демократической партии. А там, когда уже будет предвыборная кампания, мы уже будем конкурировать перед... Микрия Алексеевич, вот вы или представители нашей партии встречались с экспертами Венецианской комиссии. Ну вот я хотел спросить, в вашем случае, о чем вы говорили и какие были заявления? Недели две назад делегация нашей партии была в Страсбурге, когда там 24-26 проходила сессия парламентской ассамблеи Совета Европы и уже там встречалась в том числе с представителями Венецианской комиссии. И уже тогда мы поняли, что у них очень скептическое отношение по поводу всех вот этих предложений что-то реформировать. Во-первых, они вообще не понимают, что происходит, откуда все это взялось, с чего вот такая горячка там. Ну, сейчас они, конечно, вникают в тему и понимают, откуда ноги растут. Сейчас они приехали сюда. приехал генеральный секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, руководитель подразделения по выборам и партиям Пьер Гарон, по-моему его зовут, представитель Эстонии, представитель Норвегии и два эксперта ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека. Мы встречались с ними, но я цитировать как бы неуполномочен, встреча была такая, но я могу сказать, какое настроение. Общее настроение, что в 2014 году уже было принято отрицательное заключение Венецианской комиссии по проекту смешанной системы. В 2013 году этот законопроект был проголосован, предложенный Плохотняком в первом чтении и после первого чтения Корман, тогда спикер парламента отправил в Венецианскую комиссию, они дали негативный отзыв. Но там еще это другой проект, а в 2013 году через две недели ПКРМ и либерал-демократы тогда... Ну, это отзыв на смешанную систему, он отрицательный. Они подтверждают, что тот отзыв отрицательный. У них есть уже документ вообще на эту тему, и они сейчас стоят перед выбором, они должны пересмотреть свое же решение, принятое там всего лишь три года назад. Они пытаются выяснить, возникли ли какие-то новые обстоятельства, которые могут заставить их пересмотреть свое решение. Вот чем дальше они углубляются, они понимают, что не только никаких-то смягчающих обстоятельств, но появились еще отягчающие обстоятельства. Усилился вот этот олигархический режим Плохотнюка. Система захваченного государства. Статья генсека Совета Европы Тормберна-Ягланда от августа 15-го года в Нью-Йорк Таймс, она остается полностью в силе. Недавно появилось заявление руководителей двух крупных европейских партий, ну, крупнейшей Европейская партия и третье место, потому что там социалисты. Но они вместе там 380 мест или 280 мест. 40% 280 мест. Плюс Алди, это либералы и демократы. Вторая по величине фракции Европарламента социалисты никак не отреагировала. То есть, то, что Плохотнюк там машет бумажкой социнтерна, социнтерна это такая НПО по туризму, они там собираются, в том числе такие, как Плохотнюк, гимн у них, кстати, интернационал, вот представьте себе, как Плохотнюк поет интернационал. Он просто туда не ездит. Вот он дает им деньги, они катаются, но эта организация ничего не решает. Фракция социалистов в Европарламенте, она вторая по величине, она никак пока не высказалась на тему молдавских выборов. Но они, наверное, тоже поддерживают. И вот эти эксперты, которые приехали, они видят, что олигархическая система как бы укореняется. Партии в результате вот этой реформы ослабляются. Потому что, ну, будет создана такая двухпартийная, полуторопартийная система, одна демократическая партия, еще там полпартии социалистов, может быть, им разрешат там на подтанцовке быть. Остальные партии фактически уничтожаются. Вот я говорил про экзамены, да? То есть они не то, что не хотят сдавать сами экзамены, они еще не хотят допустить к вступительным экзаменам в новый парламент другие партии. То есть это неправильно. Они, проблема Приднестровья остается, она как была, так остается, как будут выборы в Приднестровье. Такой округ, допустим, если будет одномандат на Елене. Да, это все. И они говорят, что они очень скептически ко всему относятся. И когда они будут давать оценку, они будут, Канду сказал, не Канду, а министр юстиции Владимир Чеботарь, что эта венецианская комиссия рассмотрит чисто технические и правовые вопросы. Они говорят, это не так. Мы будем рассматривать в том числе политические аспекты. Это вам заявили? Ну, я скажу так, такое у них настроение. В том числе политические аспекты, которые включают укрепление олигархических сил, ослабление партий. Это все политические вопросы. То есть они будут учитывать, то есть в комплексе на все будут смотреть. И 16 июня заседание, я думаю, что будет отрицательный отзыв. Давайте, что будет отрицательный. Я хочу здесь добавить, что из того, что было сказано публично. В марте месяц сюда, в Кишиневе, неожиданно нагрянул сам председатель Венецианской комиссии Джани Букикио. У него был совместный брифинг с председателем парламента Канду, где Букикио не постеснялся действительно напомнить о том, что несколько лет назад Венецианская комиссия уже давала достаточно критический отзыв на проект демократов о смешанной системе. И он, среди прочего, заявил, почему он признал, что тогда эксперты Венецианской комиссии одним из аргументов, почему они были критичны, сказали о том, что они боятся, что олигархи в Молдове будут использовать переход к смешанной системе в своих интересах. Это сказал господин Букикио в рамках этого совместного брифинга с господином Канду. Канн был не очень доволен, но что ж, это его проблемы. И действительно, дело в том, что помимо таких общих фраз, как один из аргументов для Венецианской комиссии, мы в том числе использовали опять же последние данные барометра общественного мнения, где впервые появился вопрос, считаете ли вы о том, что в Республике Молдова наблюдается тенденция по установлению тоталитарного режима и что вся власть концентрируется в руках одного человека. Так вот, 71% граждан Республики Молдова ответили, что они согласны с этим утверждением. Соответственно, и мы и сказали Венецианской комиссии этим экспертам вчера о том, что та угроза, которой боялись эксперты Венецианской комиссии в 2014 году, она не только не миновала, она наоборот усилилась и она наблюдается и об этом свидетельствуют и граждане страны. Поэтому у Венецианской комиссии в этом смысле нет никакого повода давать позитивный отзыв. Кроме того, мы также обратили внимание, и это очень немаловажно, очень социалисты, понятно, не очень хотят, чтобы мы обращали внимание на этот немаловажный факт, но среди одних из условий Венецианской комиссии, потому что дадут они какой отзыв, позитивный или негативный, они считают, что проект должен быть массово обсужден с гражданским обществом, с политическими партиями, так они говорят, что обсудили, допустим, ДПМ. ДПМ, внимание, вы очень правильно сказали, но 5 мая 2017 года в парламент был внесен проект партии социалистов о смешанной системе, который не был обсужден ни на парламентских комиссиях, ни на постоянном бюро парламента, и не было обсуждено, не было ни одного круглого стола, где бы обсуждался конкретно проект партии социалистов, который был взят за базу при совмещении этих двух проектов. И в этом, я думаю, что это состоит очень большая ошибка. Они в своей спешке, они действительно спешили. Я думаю, что они спешили, демократы спешили, потому что им нужно было в Венецианской комиссии показать наличие консенсуса и компромисса, а социалистам, наверное, действительно нужно было использовать предстоящую встречу и фотографию с Владимиром Владимировичем Путиным, для того, чтобы сказать, что якобы чуть ли не сам Путин дал добро изменению избирательной системы. Если бы, допустим, социалисты бы проголосовали вместе с демократами или наоборот, ну это, получается, по вашему мнению, это одна и та же сила, ну партия, получается, да, ПСРМ и ПД, даже в соцсетях появились такие троллинги ПД-СРМ, да. И если бы проголосовали, допустим, на две недели раньше или на три недели раньше в первом чтении, допустим, про смешанную систему или там одномандатную, Владимир Владимирович Путин пригласил бы Игоря Николаевича на парад? Ну, приглашение было сделано на предыдущей встрече, как бы отменять уже, наверное, нельзя было его. Но когда вот я был на одной передаче, депутат Боля говорил, что чуть ли не, и потом еще один депутат, другой сказал, Адриан Лебединский, что чуть ли не это было согласовано с Путиным в Бишкеке, вот эта реформа, это полный бред, это невозможно вообще. Но то, что так вот подставляют Россию, потому что, получается, что, да, Россию уважают, уважают Путина, у него там самый большой рейтинг, вообще больше, чем у всех молдавских политиков, но при этом, также, сильно, как любят Путина, уж больше, чем любят Путина, ненавидят Плохотнюка. Вот получается, что Додон, у него какая-то, это, шизофрения. С одной стороны, он с Путиным, с другой стороны, он с Плохотнюком. Плохотнюка ненавидят, Путина уважают. Из-за того, что Додон связался с Плохотнюком, его рейтинг уже падает, это показывают вот опросы. Но он сейчас хочет остановить, как бы, вот это падение фотографиями с Путина. Что бы ни получилось так, что вот этот негатив по отношению к тандему Додон-Плохотнюк вдруг не повернулся против России. Я очень этого не хочу, вот как, ну, наша партия... Ну, я считаю, что об этом мы поговорим после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Дорогой. Дорогой. Мы остановились в студию БТВ. Наши гости, депутат фракции коммунистов в парламенте Республики Модова Инна Шупак и вице-председатель нашей партии Дмитрий Чебашенко. Мы остановились, господин Чебашенко, на том, как президент Молдавии, да, Игорь Додон, воспользовался, допустим, Владимир Владимирович Путин, президентом Российской Федерации, допустим, для того, чтобы умягчить свое падение политическое. Как-то так получается? Ну, пока это, как бы, еще нет падения. Ну, а в рейтингах по БОП или по другим, допустим, он... Ну, они, по крайней мере, не растут, а по некоторым опросам снижаются уже. Тогда он, он самый главный, он самый первый, но... Ну, это уже вот такая стагнация началась. И люди видят очень много, вот начиная с... Я упоминал, генеральный прокурор был. Потом, значит, там, послы, судьи, Молдова-Газ, Анре, там, много чего. И сейчас вот уже открыто совершенно с этой смешанной системой очень много признаков прямых указывает на сговор Плохотнюка с Додоном или Додона с Плохотнюком. А Плохотнюк, он такой токсичный, история показывает, что кто с ним свяжется, тот еще, как бы, никто плохо, хорошо не хочет. умрет, получается. Кто с мячом придет, отмечает. Но я говорил, что я бы очень не хотел, чтобы вот этот негатив ударил по молдавско-российским отношениям. Тем более, что здесь, прошу прощения, тем более, что здесь нужно помнить, в каком состоянии на данный момент находятся официальные молдавско-российские отношения. Такого падения, такого падения не было давно. Вы понимаете, когда кого-то, там, бывшего депутата который в свое время единственного, который вышел и официально вышел из фракции Демократической партии Юрия Балбачану, да, и непонятно, что с его делом. Человек его так вот берут, обвиняют в измене Родины, при этом, сказав, что он там встречался, видите, с представителем из посольства Российской Федерации. С военным фродом. Это один момент. Это все, да. Второй момент. О том, что, значит, появилась вот эта вот официальная нота, которую вручили, а обычно есть процедура, есть протокол. Если такое имеет место, то послу вручает это министр иностранных дел, это максимум. Но министр иностранных дел сидел где-то там на скамеечке, а вручали послу Российской Федерации господину Мухаммедшину два высших чина в стране. Это спикер парламента и премьер-министр. Это что же за уровень такой, извините. И мы в парламенте страны, наша фракция, мы задавали вопрос Канду. А кто вас уполномочил? Вы спикер парламента, но вы один из 101. Вы спикер, вы модератор, но вы не имеете права принимать решения за нас. Каковы основания? Господин Канду увиливал от этого вопроса, так и не дав четкого ответа. Более того, после этого Канду еще нам всем депутатам выслал официальное уведомление, что он ради нашей же безопасности рекомендует нам воздерживаться от поездок в Российскую Федерацию. Ну и наконец, официальная делегация в парламент Канду запретил ехать на празднование очередного юбилея создания Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Это что? Вообще такое происходит? И мы так... Я еще добавлю еще, что тут какие-то есть моменты связанные, что чуть ли не кто-то там в песочке чего-то там делал и какие-то там структуры из России с этим связаны и так далее. Это явное нагнетание антироссийских настроений и ничто иное. И тем более странно, когда это все происходит, что господин Додон... Вы понимаете, в чем дело? Чтобы наши граждане, телезрители понимали, что господин Додон и партия социалистов вдруг во всей этой истории проявила недюжинные способности уговаривать партию власти и демократическую партию. Вы понимаете? То есть мне очень интересно, никто из социалистов нам так и не ответил. Какие же аргументы заставили их вот, вот сказать, вот они сели с Канду за стол переговоров и это случилось полчаса. В течение получаса фракция партии социалистов взяла перерыв. Господин Канду, спикер парламента Фин Плохотнюка пришел к ним во фракцию и за полчаса фракция социалистов удалось убедить демпартию, партию власти вообще кардинально поменять свой проект. Я спрашиваю, а почему фракция партии социалистов не проявляет, вот если у них есть такие, ну допустим, у них есть суперзамечательные способности, а почему фракция партии социалистов не проявила эти способности убедить, пригласить господина Канду, когда он собирался, запретил делегацию Молдовы, парламента в СНГ, это прямая обязанность Канду, а почему социалисты тогда не позвали его, не сказали так, почему они его тогда не убедили, почему они не убедили по другим не менее важным моментам, не хотели, не могли, или демократы им не разрешают этого делать. То есть может получиться так, вот как эта власть, так называемая проевропейская власть за очень быстро, за пять лет они убили европейскую идею, да? Вот я боюсь, чтобы не получилось так, что Додон, опять же, в тандеме с Плохотником также убьют вот эту пророссийскую и евразийскую идею, как они их сейчас называют. Но, Дмитрий Алексеевич, результаты страдают наши гаджи, не получается. Это факт, что он подписал соглашение о предоставлении статуса наблюдателя Молдовы в Евразийском экономическом союзе. Это неплохо, но из-за того, что он превращает это чисто в партийную социалистическую акцию, вот тянет одеяло на себя, люди из-за этого не воспринимают. Он бы сказал, я президент, я предлагаю вот такую идею, давайте ее обсудим, давайте это какой-то консенсус подать. Не, он приходит, я добился вот лидер партии социалистов. И многие люди, которые, может быть, хорошо бы восприняли эту идею, говорят, ну раз это идет от Додона, мы это не воспринимаем. Так же, как когда-то европейская интеграция, если идет от этих воров, то мы ее тоже не воспринимаем. То есть тут есть опасность. Ну вот я хотел вопрос такой. Вот они между собой создают вот эти коалиции, ну сидят, допустим, за кулисами, там между собой шишукаются, создают законоправление, но в итоге люди страдают. Вот по последним, допустим, итогам в каждый, допустим, час или каждый день 106 граждан Республики Молдова уезжают за границу. На прям же, не то что поработать, а уже жить там. Все-таки говорят, что к 2030-м, 2050-му году будет меньше 2 миллионов жителей. Но здесь, вы понимаете, мы когда... На что они надеются? Что останется в стране, допустим, 500 тысяч жителей и все? Они на это и надеются. Что здесь останутся только... Зачем мы люди? Что здесь остались только люди пенсионного изменения возраста и то, если они доживут до этого ценза, который они подняли. И для того, чтобы здесь остались только учащиеся и то те, которые не посещают школу в силу постепенного закрытия школ. Им власти, в данном случае, демократическая партия, им не нужны критические, мыслящие люди в Республике Молдова. И да, действительно, вы верно подметили, они делают все возможное для того, чтобы транслировать главный месседж населению. Мы в вас не нуждаемся. вот вам, мы дали вам либерализованный визовый режим, покупайте билет и желательно в один конец. Мы здесь сами без вас разберемся. Я здесь просто хочу сказать, что достаточно часто во время встречи с избирателями люди абсолютно справедливые, я их понимаю, мы вас избрали депутатов, сделайте что-то, мы ждем результатов, жизнь становится все хуже и хуже. Но я бы предложила, мы и мы сделали какие-то недочеты и какие-то ошибки, за них, за часть из них мы уже ответили. Но давайте мы вместе будем нести уважаемые граждане этот груз ответственности. Давайте, когда наступают выборы, в первую очередь парламентские выборы, давайте мы с вами будем отказываться от тех покупок, от тех кулечков, от тех до 100-200 леев. Если мы видим, что где-то кого-то покупают, мы это фиксируем и даем дальше. Давайте, если мы собираемся на протесты, давайте мы действительно активно протестуем, давайте, если нарушаются наши права на месте работы, мы об этом говорим. Не стоит ждать, что прилетит вдруг волшебник в каком-то там вертолете и бесплатно покажет кино. Да, мы готовы, да, вот другие партии готовы, мы консолидируемся, но без того, чтобы люди сами не поняли и не осознали, а мы где, где наше место, надо идти, надо вместе действовать, надо вместе снимать эту власть. Ну, вот вы говорите, да, мы, да. В эту же как бы струю. Ну, вот, на мой взгляд, совершенно очевидно, что существование Молдовы и народа Молдовы, оно абсолютно несовместимо с существованием этой власти. Вот, эта власть, она убивает страну и убивает народ, и я думаю, что они делают это сознательно. Они будут грабить еще сколько можно, а потом закроют здесь все, будь что будет и уедут. Об этом говорил и Додон, что надо спасать Молдову, надо спасать народу. Но за те, вот сколько там, пять месяцев, сколько прошло, он ничего для этого не делает. Наоборот, он вступил в сделку с этой властью и этот, демографический коллапс, он сохраняется, вы говорите, и люди эмигрируют. В экономике ничего особо не происходит, не растет экономика. Пустословие просто. Ключевые сферы для людей, вот просто здравоохранение, образование, безопасность, они деградируют, продолжают деградировать. И ничего не делается, чтобы как-то эту всю тенденцию переломить. И они не будут это делать, они не могут это делать, потому что, я говорю, эта власть, она несовместима с существованием самого государства и самого народа. это первое и необходимое условие поменять эту власть. Потом все очень запущено, понадобится очень много сил, людей, каких-то программ, чтобы как-то вытаскивать все это. Вот если человек как бы парализован, нельзя его сразу заставить бегать стометровку или марафон, ему надо немножко сначала начать двигаться. Вот примерно в таком состоянии находится все молдавское общество. Они оболванивают с помощью своих телеканалов, что все у нас там прекрасно, все хорошо. И во многом удается. Вот мы ездим, люди, например, многие не понимают, они говорят, у нас в селе нет денег на дорогу, нет денег... И они не понимают связь между кражей миллиарда в Кишиневе и тем, что у них нет денег на дорогу в селе. Хотя за миллиард можно было построить две тысячи дорог. Ну да, километров дороги. Все дороги основные можно было построить за украденный миллиард. И много чего другого можно было сделать. Господи, Шпак, в это я хотел задать вопрос. Сегодня вот лидер ПКРМ Владимир Воронин, ну и вы, конечно, и депутаты ПКРМ в парламенте вышли сегодня на пересконференцию. И Владимир Николаевич заявляет, что если, допустим, там рабочая группа венецианской комиссии должна представить, допустим, четкую и жесткую позицию относительно смены избирательной системы в Молдове, да. И по словам Воронина, если комиссия оставит хоть малые возможности для интерпретации, ну, допустим, на площадь Великого национального собрания соберутся 50 тысяч граждан. Ну, вот так, большее количество. 50, потом ну, возрастет из... 400, да, 400. Вы знаете, я... Есть такие шансы? Это будет... Вот я поэтому и чуть ранее сказала, что мы, мы политические партии, мы должны вместе делать эту работу вместе с нашими гражданами и причем гражданами различных идеологий, да, и даже и беспартийных, тех, кто во многом потерял доверие и политической элите, каким-то из политических партий, но теперь наш призыв состоит в том, что здесь не время и не место разбираться, кто, где, в чем виноват, и когда сейчас для нас действительно приоритет. Как избавиться от тех, кто довел нас, народ Молдовы, до такого нищенского состояния. Если остались еще те люди, которые пытаются питать иллюзии, а может быть что-нибудь они сделают, да поверьте, со всеми своими гениальными, иногда гениальными способностями, комбинаторскими, Влад Плохотнюк, если бы захотел, да он бы за 7-8 лет бы сделал здесь хотя бы в какой-то области конфетку. Ну неужели это непонятно? Если бы хотел, но не хотел, ни он, ни Филат, ни Урикян, ни так далее, те, кто захватили, хотели бы, что-то бы показали, хоть в одной области. Ну пусть кто сидит нас задумается, где, в какой, пенсионная реформа, реформа здравоохранения, образование, где хоть что-то. Но сейчас они хотят сократить, где ведь министерство, свет в конце тоннеля. Это, знаете, надо власть, наверное, менять, а потом уже думать о министерствах, но мы не видели еще конкретного проекта, будем обсуждать. Но здесь немаловажно, вот граждане, чтобы нас правильно понимали, когда мы говорим о социалистах и о Додоне, я, по крайней мере, я различаю между собой руководство партии социалистов, Игоря Додона, и простых рядовых членов партии социалистов, в том числе, почему бы и нет и Бельской организации, или тех людей беспартийных, которые, я повторюсь, возможно, искренне, во втором туре они пошли и отдали, и они действительно поддались вот этим манипуляциям, в том числе Плохотнюка, что вот, чтобы не тот, чтобы он победил и так далее. Мы ни в коем случае то, о чем мы сегодня говорим, мы не отождествляем это с теми, кто, для кого вот эта новость о том, что Додон пошел на сговор с Плохотнюком и социалисты проголосовали за смешанную систему, большинство уже этого не знало, вы понимаете, в чем дело? И я бы хотела обратить внимание граждан внимательно относиться к той информации, которую они получают с телевизора. Я благодарю вас за это приглашение, но я хочу сказать, что, например, в сегодняшней пресс-конференции мы обратили внимание и зафиксировали, что сговор Плохотнюка и Додона проявился и на нашей пресс-конференции по КРМ, потому что ни телеканалы Додона, ни телеканалы Плохотнюка на пресс-конференцию не пришли. А граждане должны понимать, что когда они включают телеканал НТВ Молдова, когда они включают телеканалы КЧН-ТВ и еще там ТНТ-Браво, по-моему, они получили, это три телеканала, которые появились в последние несколько лет у партии социалистов. А наши граждане не могут задаться вопросом, а как это получилось, что в 2012 году был закрыт телеканал НИД, оппозиционный, который сотрудничал с партией коммунистов, а те же люди, которые закрыли телеканал НИД, через три года дали Додону три канала. Это какая оппозиция у партии социалистов? Я уже не говорю о тех шести телеканалах Прайм, канал Трей и всем известные телеканалы, которые принадлежат Демократической партии. Граждане должны понимать, что сговор, помимо послов, Молдова, ГАЗ и так далее, между партией социалистов и Демократической, сговор их состоит и в том, что они распределили медиарынок, они распределили даже рынок рекламы, и они хотят, партия социалистов пару недель назад даже проголосовала за изменения в кодекс аудиовизуала, и вы как телекомпания наверное анализировали этот проект, они проголосовали с Демократической партией, чтобы отныне телекомпании должны больше делать собственного производства, но вы же прекрасно понимаете, что на это нужны деньги, правильно? А деньги есть у телекомпаний Додона и Плохотнюка, они хотят избравиться от независимого телевидения, и мы с вами вместе с гражданами должны думать, как этому противостоять. Мы в Бельцах находимся, 6 сентября примар Бельц Ренат Георгиевич в сад и покинул город, потому что он уже знал, что выдан ордер на его арест на 30 суток, который сейчас остается в силе, до сих пор, к сожалению, он не может вернуться. Додон говорит, что у него нет полномочий, чтобы там помиловать, повлиять, закрыть уголовные дела, хорошо, нет полномочий, да, мы знаем, что у него нет полномочий, он как бы такой, с ограниченными возможностями, как его назвал один политолог российский. Но есть другие вещи, для которых не нужны полномочия. Например, когда идет судебное заседание по делу Рената Усатова, или Феликса Гринку, который сидит сейчас в тюрьме, или примара Бессарабки Валентина Чемпоеш, который сидел в тюрьме и сейчас тоже под подпиской о невыезде. Вот эти три телекамеры телеканалов Додона могут просто прийти на судебное заседание и сделать сюжет оттуда. Могут два депутата, допустим, один депутат партии социалистов зайти в тюрьму и навестить того же Феликса Гринку, да? Какие для этого нужны полномочия? Ну, что желание, было бы желание. Могут они, например, делать какие-то заявления, они же не делают никаких заявлений в поддержку политзаключенных, там, против репрессий. Другой пункт, что можно сделать, например, предложить какие-то юридические услуги, спросить, вот у вас, у нас много адвокатов, приходится в партии как бы сотрудничать со многими адвокатами, потому что очень много процессов. Ну, они могли сказать, ну, может, вам нужно еще троих адвокатов, пожалуйста, у нас есть хороший юрист, они будут вам помогать. Было бы желание, но видно, что желания нет и что вот этот сговор проявляется и в том числе против Рината Усатова, они не хотят, чтобы он вернулся в Молдову, потому что для Додона он конкурент, Додон его боится. Он воспользовался снятием Рината Усатова партии Патрия в 2014 году, получил самую большую фракцию в парламенте и продолжает пользоваться как бы вот этими репрессиями против Сатова. Ну, вот Богдан Цирки, депутат, да, по СРМ написал на странице в Фейсбуке, там, что вот вам ну, после того, как Игорь Додон сфотографировался с Владимиром Владимировичем Путиным, вывод вам и ответ Путина на все помои Усатова и ему подобных особей в адрес президента. Я не знаю, как его почте. Он, конечно, грамотный политолог, но в данном случае он очень примитивно рассуждает. Не все так просто, как ему кажется. Я бы хотела здесь добавить в контексте полномочий. Вы знаете, очень много людей вот говорят, ну, что вот, они поняли, что полномочий действительно нет. Кстати, Игорь Николаевич Додон почему-то не обращал на это внимание до второго тура выборов, да, он говорит, все нормально, есть у меня все полномочия. Вдруг он выяснил, что их нет. Но есть как минимум одно полномочие, которое он использует с точностью наоборот. Он имеет право не назначать судей. Не назначать судей. Но каким-то странным стечением обстоятельств Игорь Николаевич Додон подмахивает демократической партии и уже было несколько десятков решений по судям. И среди этих нескольких десятков есть как минимум шесть человек, которые были замечены своим участием и своими странными решениями против в том числе политических заключенных. И я знаю, что каждый день в социальных сетях все пишут Додону, Додон, ты сказал, что разберешься, что уберешь этих судей. Потому что он был на пресс-конференции и сказал, а я что-то не знал, не заметил, я подумаю, уже прошел месяц. Что мешает Игору Додону? У него есть все полномочия для того, чтобы убрать этих судей. И вообще, каким образом изначально получилось, что те люди, которые кого-то, в том числе политических заключенных, засаживают и Гордодон подписывают, он не знал? А он где был вообще? А кто его советники? И каким образом они принимают решения? Здесь есть и моральный спектр. То есть, эти судьи реально калечат суть человеческой жизни. Реально калечат семьи, людей, в том числе физически. И президент, он же поклялся соблюдать там права человека, законы. Я думаю, что он даже юридически не должен был их назначать. Я не говорю уже вот этой моральной стороне. Как ты всенародно, как он себя называет, избранный президент, хотя он не всенародно избранный, назначаешь судей Плохотнюка, которые гнобят людей. Непонятно. Ну, я хотел как поблагодарить за то, что вы пришли на нашу передачу улицу в плицу и ждем на следующих выпусках. Еще раз подтверждаем, что сегодня наши гости были Ина Шупак, председатель фракции ПКРМ в парламенте Республики Молдова и вице-председатель нашей партии Дмитрий Чубашенко. Меня зовут Дмитрий Пелин и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова